Здравствуйте, друзья! У вас на экранах Людмила, мама Валеры из Кишинева, который дебютировал вместе с мамой на канале у Наташи Квик недавно, в том видео, где Наташу клюнула чайка под глаз. Но страшно было там, вы испугались? Ну, я это не видела, но вообще, конечно, я бы птичку в руки не взяла. — Ну, понимаете, блогеры, они вот такие. Значит, так вы пришли к нам с каким-то гостинцем. — Да, я вот, правда, спустя 5 месяцев в стране нахожусь. — Расскажите такую вещь. Значит, Валера выиграл грин-карту. — Валера выиграл грин-карту. — А вы? — И в то время, когда он мне говорил, что я зарегистрирован, я говорю, сыночка, а как мы? — Он говорит, мам, ты не переживай, если как бы выиграем всей семьёй. Но тут оказывается, что ему 21 год уже был, и мы как-то не попадаем. Я ужасно расстроилась. — То есть он играл на всю семью? — Ну, мы думали, что да. То есть мы как-то вот играли, но правила всего этого участия не совсем были в курсе. Он говорит, мамусик, ты не расстраивайся, я тебя зарегистрирую. Он меня зарегистрировал, и в следующий год выиграла я. — А ещё детки есть или только Валера? — Да. У меня дочка, вот она учится в 12-м классе в Маунтонио-Хайскул. — Ой, она уж с вами тут. То есть вы можете сказать, всю Мешпуху привезли? — Да, вся наша Мешпуха на месте. — Отлично. Так нет ностальгии там по Кишинёву или откуда вы? — Пока нет. — Вы откуда из Молдавии? — Из Кишинёва. — Да? Ну, мне нравилось. Я там был много раз. Красивый был город. — Ну да. Он такой очень южный, очень тёплый. — Да. Девчонки симпатичные. — Девчонки у нас, вообще отличные девчонки. Я сейчас недавно читала одну статистику, причём какое-то американское издание, что Кишинёв входит в десятку городов, куда нужно поехать потусить. Вот именно не какие-то культурные, а вот именно потусить. Почему? Не знаю. Может быть, уровень заведения. — Видите как? Да. Ну, хорошо. Значит, у вас там тихо, мирно, там ничего. — Тьфу, слава богу. — Ну, хорошо. Ну, хорошо. Значит, так вы с Green Card Lottery приехали сюда. — Да. — Я приехала сюда. Вот уже нахожусь здесь пять месяцев. Вот буквально несколько дней назад исполнилось пять месяцев. — Значит, девочка в школе, я понял. А вы что делаете? — Я пока как бы... Ну, моя история-то вообще такая, значит, мне уже как бы за пятьдесят. — А вы говорите, как будто тридцать восемь. — Ой, спасибо. Вот дело в том, что перед отъездом сюда я начала ходить к учителю английского языка. И, в общем, короче, мы с нашей Лили Вадиминой занимались, но нас учат бритишу, мы читали тексты, она мне давала там «Оскар Уальда», в общем, короче, мы читали, переводили. Она меня когда спрашивала по-своему, в общем, с русским акцентом, даже если я что-то не понимала, я говорю, Лили Вадимина, вы это имели в виду? Да. Я ей отвечала, и она говорит, у тебя все так хорошо и чудесно с английским. Ты приедешь, и, значит, я в тебе на все сто процентов уверена. — Будешь как Оскар Уальдс. — Да, стартанешь. В общем, короче, я приехала такая окрыленная, но, проходя в аэропорту таможню, я читаю так думаю, что я не очень понимаю, что меня там спрашивают. Как-то с Лили Вадиминой мне было легче на кухне общаться. — Да. — Вот. Ну, в общем, короче, у меня, конечно, проблемы. Это я шучу, но проблемы с пониманием английского. — Ну, за пять месяцев-то вы продвинулись? — Да. — Потому что, на самом деле, люди с очень серьезным знанием даже первые там несколько дней или недель могут испытывать серьезные затруднения, но когда база есть, дальше намного проще. — Вы знаете, вот все-таки читать, переводить мне намного легче, чем понять. — Ну, естественно, естественно. — Я вот сейчас хожу, есть так называемый «даллскул» четыре раза в неделю по три часа. — Вау. — Да. — Не слабо. — С шести до девяти. — Не слабо. — Дело в том, что, во-первых, я уже поменяла третий раз группу. Сейчас я рада, что я одна русскоязычная. Вокруг меня никто не говорит на русском языке. Это раз. Во-вторых, нас заставляют постоянно общаться. И я, значит… — Через силы. — Да. — Представители Мексики. То есть мы сидим, обсуждаем кулинарные темы. И я благодарна тому, что мне негде получить этого общения. То есть вот это общение я получаю там. Они мне говорят. Я начинаю… — Идите в любой парк. Там мамки с детками и болтаете с ними. — Ну, знаете, как-то у меня не очень получается. — Понял. — Вы фактически как бы материальны. Просто вы с сыном живете или вы как-то еще? — Ну, сейчас я живу, конечно, с сыном. — То есть не подрабатываете пока? — Нет. Я работаю. — А! Ну, это нельзя назвать работой. Значит, есть маленький мальчик, с которым я провожу с 9 утра до 2 часов дня три раза в неделю время. — Вы так выбесите ребеночка? — Да. Пока его мама работает. Я в это время, значит, как бы… — Ну, какая-то есть денежка с этим связанная. — Ну, да. То есть на помадку… — Да. Хорошо. А что без помадки-то? — Да. Это нормально. — Будешь как третий классница ходить? — Ну, да. Я вам вообще хочу сказать, то есть вот благодаря вашим видео очень многое почерпнуло полезного. — Находясь в Кишиневе? — Да. Я это все пересматривала. Вообще, конечно, история, когда я вас нашла, она меня захватила. Дня три я смотрела все подряд, и там в основном у вас было очень много связано с приездом ребят. — Я не очень понял. Это было после того, как Валера уже? — Вот когда он выиграл. Дело в том, что мы все равно собирались как бы с Молдавии уезжать, и наш путь лежал в Санкт-Петербург. Но тут у нас все перевернулось ног на голову. Значит, Валерин выигрыш в Минкарт, значит, путь лежит в Америку. Вот. Ну и куда ехать? У нас есть родственники в Лос-Анджелесе. Ну, я вам хочу сказать, я понимала, что вообще вот все это становление будет очень тяжелым. На чем он будет заниматься? Вот пока вместе он приедет, будет смотреть по сторонам. — Ну, родственники не отказывались? — Нет. Ну, как бы пусть приезжает встретим. — Конечно. — Хорошо. — Вот. — Хорошо. — Вот. И тут я… Спасибо Ютубу. Значит, смотрю видео Шушеник. — Ага. — Посмотрела одно. Второе. У нее очень много там всяких советов. Меня вот интересовала дочка. Пойдет в школу. Как учиться? Там что-то подтверждать. — Это вы еще не выиграли. Только он выиграл. А вы уже пошли разбираться. — Вот. И тут я смотрю у нее видео, значит, вы вместе беседуете в вашем офисе и рассказываете о том, что человек должен… Ну, как? Не должен. Я неправильно сказала. Должен. Может поменять профессию в любом возрасте. Ну, и вот, как бы, я, наверное, дня три, значит, потом нашла ваш канал и дня три просматривала все видео, что у вас будет. — Ну, не было ощущения, что врет человек, вот он выдумывает. А то мне часто говорят, знаете, что я вот это все рассказываю, потому что я хочу с них бабло какое-то получить. Вот. И поэтому… — Ну, я даже не думала. Врет. Мне казалось, насколько это реально, нереально. Ну, что это, приехать в Америку и вдруг там Силиконовая долина. И вот спустя три дня я говорю, Сыночка, ну иди сюда. Я говорю, вот давай мы тут с тобой посмотрим вместе пару видео, что ты мне скажешь по этому поводу. Ну, значит, он говорит, ну, как бы, хорошо. Вот это вот все. Я говорю, а если написать, по-моему, через форум он обратился. Он говорит, мама, ну что-то такая наивная. Ну, как ты… — Окей, он был более практичный такой, да. — Да. Ты во все это, значит, как бы, ну, кто нам ответит, и что, и как. Я говорю, ну, давай. Давай. Вы ответили в тот же день. И, в общем, потом состоялась уже личная беседа. И когда он ехал, значит, мы родственникам, значит, сказали, что к вам он уже не едет, едет в совершенно другое место. Они говорят, ну, как вы, куда вы отправляете ребенка, вы даже не знаете и что, и как. — Сейчас уже родственники, они что говорят? — А сейчас они счастливые, довольные. — Окей, хорошо. А у вас не было такой мысли задней, думаешь, вот сейчас поедет, а там девчонки красивые. Есть у нас? — Ой, у нас в Кишиневе, конечно, очень красивые девчонки. Ну, я думаю, что... Ну, ему сейчас только 26 лет исполнилось. — Ну, уже слава богу. — Ну, да. Но я вам хочу сказать... — Маленький. — Не, ну, он не маленький мальчик, но все равно нужно как-то... Сейчас не такое простое время почувствовать какую-то более-менее почву под ногами. — Но он хорошо зарабатывает недолго, да, сколько там? — Да нет, он всего-то в стране находится вот будет два года в мае. — Ну, вот когда он попал на хорошую работу с хорошей — На хорошую работу он попал в августе прошлого года. — Ну, слушайте, так и с полутора лет, значит, уже полгода. — Ну да. — Хорошо, хорошо. — Хорошо, да. — Ну, я, конечно, Михаил... — Давайте посмотрим на ваши гостинцы. — Да. — Дело в том, что я хотела прийти сразу, но как-то я постеснялась, думаю, ну скажем, что приперлась? — Расскажите, что это? — Это яблочный пирог. — Вот просто яблочный. — Эппл пай, да, это вот... — Эппл пай, хорошо. — Моя учительница английского, она когда учила английский, раньше студентов отправляли на языковую практику еще в советские времена. — Ой, слушайте, он пахнет, ребята. — Пахнет балдым. — Он пахнет. — Ну да, с яблочками. — И яблочком пахнет, и бисквитиком. — Вот это можно назвать или молдавская вертута, или плацинда. — Я не знаю, вы что, сами здесь, что ли? — Конечно. — И вот это? — Оба наши? — Да. — Это не покупное. — Слушайте, а вид у него такой, как будто коробочки вот эти вот, они такие стандартные в магазинах. Слушайте, скажите пару слов про плацуту. — Или плацинда, или вертута. — Да, она с творогом и с укропом. — Плацинда, или вертута. — Да. В Одессе говорят вертута, в Молдавии говорят плацинда. — Так она таки наверчена? — Она наверчена. Это вытяжное тесто, тонкое, без, короче, вода и мука, и ничего там больше нет. — Это прям как маца. — Да. — Понимаю? Так. То есть такой вид, запах, как маца, так не пахнет. Ребята, как пахнет. Это творожок там, что ли? — Творожок. Причем домашний. Я здесь делаю творог сама. Вот я не могу как-то приспособиться к тому творогу, который продается здесь. — А в русском магазине не пробовали? — Пробовала. Ну, я не знаю. Мне как-то легче. Я уже как бы нашла способ это все делать. — Климатически. Вот Кишинев в сравнении с Кремниевой долиной. — Больше. А в Кишиневе больше влажности. — Да правда? А с чего там? От Черного моря, что ли, как-то? — Я не знаю. Ну, в принципе, если по трассе 180 км, по прямой еще меньше. — Так откуда же там влажность? — Ну, не знаю. Ну, в общем, у нас достаточно влажный климат. — А зимой снежок бывает, да? — Ну, да. У нас все четыре сезона присутствуют. — Окей. То есть девки молодцы симпатичные, они уже в меха там наряжаются? — А как же? Без этого никак шуба. — А здесь-то куда? Здесь-то куда в мехах? — Ну, да. Вот у меня тоже две шубы висят там. Моль, наверное, съезд. — Бедненькая, да. Ну, знаете что? Вы как-нибудь следующей зимой поезжайте в горы там. — Проветрить, чтобы боль не заделась, да? — Там снега много. Вот вы наденете, там будете где-нибудь по снегу ходить. — Ну, в этом году тоже были в горах снег, увидели. — Да. — Было это, правда, всего два дня. — Ну, в шубе. — Ну, мне этого хватило. Не, не в шубе. — Я вам еще скажу. Задите куда? Возьмите круз на Аляску. Летом. Вот сейчас лето будет. И поедете на Аляску, будете на палубе стоять в шубе. А все вокруг ходят, а вы в шубе. — Не знаю. Пусть пока повисит. Нужно будет мне ее или кому-то передать. — Какие у вас творческие планы, профессиональные? Вот что вы собираетесь делать? — Ой, у меня вообще очень много планов. И даже, вы знаете, я очень рада, что я к вам пришла, потому что, ну, может, не на камеру… — Я только, секундочку. Раньше что делали? По профессии кто вы? — Ну, я вообще закончила госуниверситет, работала в банке. — По финансам закончила? — Да, работала в кредитном отделе. — Понял, понял. То есть вы хотите продолжить эту линию? — Нет. — Есть продолжение у этой линии? — Нет. Дело в том, что у меня тут уже есть продолжение. Вот я себе как бы кое-что наметила. Медицинский туризм. — Ну, это бизнес как бы, да? — Наши соотечественники, да. Вот у меня уже два человека поехали к нам в Кишинев лечиться. — А, не оттуда сюда, а отсюда туда? — Отсюда туда, да. — А что лечат? Какие болячки? — Ну, например, полностью протезирование и так далее. — Это русскоязычные едут или? — Да. То есть наши соотечественники… Знаете, есть достаточное количество людей, которые уехали. Ну, вот выехала вся семья. Даже уже как бы не осталось и связи вот кому-то обратиться и все. Молдавия сегодня находится в очень выгодном положении. В плане того, что у нас же сейчас безвизовый въезд в Европу. И Евросоюз очень… — Именно въезд? Не работа, а просто поехать можно? — Ну, работы нет. Именно поехать. — Слушайте, это очень удобно. — Да. — Прям любой. С молдавским паспортом и поехал. — Да. Заграм паспорт и проходишь по всему Евросоюзу, ты ездишь. — И в Тираспольске все могут, да? — Нет, в Тирасполь нет. Это Приднестровье. — Ну да, но паспорта у них какой. — Если у них есть молдавский паспорт, то да. Вот. И очень много сейчас как бы инвестиций… — О, это у нас тут мессенджинг сработал. Итак, медицинский туризм. То есть у вас есть куда посылать. Но вы все-таки не медработник. Вы не знаете госпиталей и так далее? — Нет. Но я вам хочу сказать, очень большие вложения были сейчас сделаны Евросоюзом в медицину Молдовы. — Как интересно. — Да. Очень много переоборудовано больниц и поликлиник. И очень много врачей прошли стажировку в Европе. — А вы движетесь в Евросоюз? То есть есть такой вектор такой, что вот… — Ну, он как бы есть. Ну, я вам хочу сказать… Вы понимаете, на нашем постсоветском пространстве пока не искореним коррупцию, там никогда мы не будем жить в Европе. — А я слышал, что вот и в Болгарии, особенно в Румынии чудовищная коррупция и… — Ужасная коррупция. Я вам хочу сказать, вот у меня подруга, она живет в России, у нее квартира в Болгарии. То есть вот последние пару лет ездили, отдыхали, жили у нее в квартире. Вы знаете, очень бедная страна. — Болгария. — При всех своих вот этих вот таких вот богатствах и при всем… — А какие там богатства? Она всегда была бедная. Что там за богатство? Табак? — Ну, не знаю. Вы знаете, я вам хочу сказать, тоже сельское хозяйство, оно убито и уничтожено. — Раньше СССР все это скупало, а сейчас некому продать. — Ну, правильно, потому что Евросоюз, у них квоты существуют. То есть ты не можешь произвести больше. — С одной стороны. С другой стороны, производительность труда в Евросоюзе и в сельском хозяйстве намного-намного выше. — Ну, почему-то им не выгодно на хороших благодатных почвах вот как бы ставить свои хорошие… — А в Молдавии почвы какие? Я видел там по три метра чернозема. — Ну, я вам хочу сказать, ну, в Молдавии вообще очень много трудолюбивых людей, сельское хозяйство живет и работает, но не в полной мере, как это было раньше. То есть вот, например, север Молдавии, даже вот я сейчас недавно уезжала, прочитала, что где-то сел 40 вообще пустые. — Я как-то на севере Молдавии как-то, знаете, Дрокия, да? — Конечно. — У тебя там как-то был, и это что-то вообще. Там сколько погребов мы обходили. — Да, да. Ну, Молдавский дом без винного погреба. — Так вы тоже так уважаете это дело? — Что, погреб? — Ну, погреб. — Ну, я как-то, ну, прям погреб нет, но бокал вина могу выпить завтра. — То есть не то, что у вас там полторы тонны там… — Нет, нет. — Ну, это в основном сельские жители там, как правило, да, если у них есть свой виноградник, так они делают свое домашнее вино. — Хорошо, Людмила, давайте у нас там всякие дела набегают. — Давайте. — Вы там потом еще нам ответите на вопросы, потому что ребята начнут вас что-нибудь спрашивать. И вы тогда, может, прямо на канале, может быть, будете отвечать, да? Вы же смотрите. — Конечно. — Вот, а мы тогда пойдем уединимся и обсудим темы, которые так не для народа. Ладно? Давайте так помашем всем ручки и скажем «Привет!» — До свидания! — Привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова